Приветствую вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести до людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Приветствую вас на моей программе Истины Евангелия. Сегодня среда и середина недели. Учение по теме «Как найти, исследовать и исполнить Божью волю». Это крайне важный принцип откровения. Никто не исполнял Божью волю случайно. Она не происходит сама по себе суверенно. Ее не контролирует судьба. Нужно следовать и преследовать Божье предназначение. Тогда вы его исполните. Я уже поделился очень многими важными вещами. По этой теме у меня есть книга, рабочая тетрадь, учение на DVD и CD дисках. И мы также приготовили для вас вот этот новый набор. Он называется «Свидетельство о воле Божьей». Это такой маленький USB-драйв, флешка на ней, все эти свидетельства. Некоторые из них мы уже показали в этой серии программ. Это будет большим благословением для вас. Мы приготовили много чего для того, чтобы помочь вам найти, исследовать и исполнить Божью волю для вашей жизни. На нашей вчерашней программе я учил по отрывку из книги Деяний 7 главы, где говорится о Моисее. Стефан под вдохновением Духа Святого, будучи допрашиваемым иудеями, перед тем, как его побили насмерть камнями, он исполнился Духом Святым, и он стал говорить об истории иудеев. И его слова, вдохновленные Духом Святым, пролили свет на некоторые неясные отрывки Ветхого Завета, но он говорил под водительством Духа Святого. И таким образом сделал как бы комментарий по поводу Ветхого Завета. Эти комментарии я вчера обсуждал. Вчера я читал из книг Деяний 7 главы 25 стиха, там говорится, когда Моисей убил египтянина, он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. Это утверждение очень много открывает нам. Здесь говорится фактически, что Моисей знал волю Божию для своей жизни. Опять же, эта идея совершенно противоречит фильму «Десять заповедей». И я говорю, что нельзя вашу веру строить и понимание на том, что говорит какой-нибудь голливудский фильм. Строить это понимание на Библии, на Слове Божьем, потому что в фильмах может быть много неточностей и вообще придуманного. Например, в фильме изобразили Моисея просто хорошим парнем. Он даже якобы не знал, что он был еврей, и он был шокирован, когда узнал об этом. Но здесь, говорится, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. То есть он знал свои корни, он знал, откуда он пришел. И что он родился евреем и был воспитан как внук фараона. И он подумал, что, наверное, Бог имеет к этому отношению, Бог его туда поставил. Он предположил, что Бог будет использовать его величие, силу и власть, и его военный гений. Я на вчерашней программе об этом уже комментировал, что я читал в мерзких источниках, во внебиблейских источниках о Моисее, что утверждается, что он был великим генералом и много военных побед одержал. И, наверное, он предположил, что Бог будет использовать его политическое положение, его военный гений для того, чтобы исполнить свою волю. И из-за этого он фактически совершенно потерпел полный крах. Я использовал Моисея, чтобы показать, мало знать Божью волю, нужно еще уметь подчиняться Богу и быть смиренным. И дать Богу исполнить свою волю через вас, его образом, его путем. К сожалению, очень много людей уповают на свое собственное понимание и пытаются исполнить Божью волю своими силами, и поэтому они заканчивают разочарованными, не исполняя этой воли. Это очевидно в жизни Моисея в том числе. Давайте прочитаем. В 26 стихе говорится, «На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижать друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От всех слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, терделись от него два сына. «По исполнению сорока лет явился ему в пустыне горы Синая, ангел Господень в пламени горящего тернового куста». И дальше говорится о том, что ему сказал ангел. Но позвольте мне показать, что говорится в 30 стихе. «По исполнению сорока лет говорится, когда прошли 40 лет». То есть здесь мы видим, Моисею было сорок лет, когда он пошел и пристал перед своими братьями. Об этом говорится в 23 стихе. Потом он убил египтянина, и когда об этом стало известно, он убежал. И спустя 40 лет он имел это переживание горящего куста, и потом пришел и освободил евреев. Важно эти вещи понимать. Не только мы отсюда видим, что Моисей пытался сам исполнить Божью волю своей силой. Он не ждал Божьего срока и Божьего наставления. Он только получил Божье слово и раздул его в целый параграф и попытался исполнить Божью волю сам. Это часто встречающаяся ошибка. Кроме этого, Моисей упустил время, срок, когда Бог хотел сделать обещанное. Здесь говорится «сорок лет спустя». Сорок лет спустя он вывел евреев из земли египетской. Держите все это в голове, все эти мысли в голове. Получается, «сорок лет спустя, после того, как Моисей убил египтянина, он встретил Бога, пришел и освободил евреев». То есть прошел период в сорок лет. Запомните эту мысль. Теперь давайте посмотрим в Исход, 12 главу, 40 стих. И что мы здесь увидим в 40 стихе? Когда он вышел из земли египетской, времени же, которое сыны Израиля обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господней из земли египетской ночью. Очень важный момент. Здесь говорится 430 лет спустя. Через 430 лет они вышли. Однако, до этого Аврааму было дано пророчество в книге «Бытие», 15 глава. Когда у Авраама была вот эта встреча с Господом, он разрезал животных пополам, и там был дым как бы из печи, и пламя, огня прошли между рассеченными животными. Бог заключил завет с Авраамом. И вот что он сказал Аврааму сразу после этого. В 13 стихе, Бытие 15, 13, он говорит, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом». Господь дал пророчество, что они будут в рабстве 400 лет. Однако, в исходе 12 главе, 40 стихе, говорится, что они были в рабстве 430 лет. То есть, есть 30 лет, вдруг откуда-то появились, Бог об этом не пророчествовал. Когда я впервые обратил на это внимание, я подумал, может быть, речь шла о 400 лет рабства в Египте, но у меня нет времени все вам показать. Вы можете обратиться в мои комментарии на моем веб-сайте, и там я привожу все стихи из Писания, примеры. Мне бы потребовалось 2 или 3 часа, чтобы все это доказать и объяснить. Но на самом деле, речь идет о 400 годах со дня Завета, который заключен в Бытие 15 главе с Авраамом. Мы можем это видеть, потому что в Галатам 3, 6 есть отсылка на Бытие 15 главу, когда Авраам поверил Богу, и это вменялось ему в праведность. И с того времени говорится, что закон явился спустя 430 лет, и нет менее так, чтобы обетование потеряло силу. Поэтому 430 лет, которое говорится в Галатам, говорится о сроке, когда заключен Завет с Авраамом в Бытие 15 главе, до момента, когда дети Израиля вышли из Египта в Бытие 12 главе 40 стихе. 430 лет прошло. Однако при этом пророчество было, что пройдет только 400 лет. То есть есть разница в 30 лет. Откуда она взялась? Если взять Деяние 7 главу, где говорится, что Моисей провел 40 лет в пустыне, если вычесть эти 40 лет, проведенные Моисеем в пустыне от... Помните, когда он вывел детей из Египта, вычесть эти 40 лет с того дня, когда Моисей убил египтянина в исходе 2 главе, то там будет только 390 лет, когда он убил египтянина. То есть Бог пророчествовал, что рабство будет длиться 400 лет, а оно длилось 390 лет, и в тот момент Моисей, по меньшей мере, на 10 лет раньше назначенного срока, попытался исполнить волю Божью для своей жизни, для своей нации. Опять же, это крайне глубокое, важное откровение. Вот чему я из него научился. На все есть срок. На определенные вещи есть срок. Может, знаете, вы не можете заставить Бога сделать что-то быстрее. Вы не можете разогреть свое чудо в микроволновке или разогреть в микроволновке свое служение. Но вы можете его оттянуть, отложить, задержать. Например, в служении, в моей ситуации, Бог должен был подготовить меня, вложить в меня определенную зрелость, чтобы я мог выдержать давление, критику, чтобы у меня богословие встало на места правильные, чтобы у меня обновилось мышление. Я не думаю, что просто какой-то срок назначен на календаре, и Бог говорит, вот с этого дня я начну тебя продвигать и ставить тебя на телевидение, ты начнешь делать это и это. Нет, я думаю, что определенные моменты, определенные вещи должны быть достигнуты. И иногда на это требуется больше времени. Иногда можно отложить этот процесс, если мы не ищем Господа и Его лица. А если ищем, то Его воля быстрее осуществится. Но также есть фактор роста, развития, через который нужно пройти. Нельзя просто сделать себе служение, чудо сделать. Нельзя заставить его совершиться быстрее. Нужно искать Господа и уповать на Него. Моисей здесь попытался исполнить Божью волю самостоятельно, на 10 лет раньше до того срока, о котором пророчествовал Бог. И я говорю вам, что такое невозможно. Назначен срок на определенные вещи. И вы не сможете ускорить его. Писание не говорит нам, почему Моисей так поступил, что он там думал. Можно, конечно, здесь поразмышлять, представить. Я думаю, что одна из причин возможных, почему Моисей так поступил, он видел, как евреи мучились под давлением и гнетом египтян. Египтяне боялись евреев, и поэтому притесняли их. Вот почему в исходе 2 главе говорится, что фараон всячески усложнял их жизнь различными наказаниями, чрезмерными требованиями. Он даже велел убить всех мальчиков новорожденных, потому что иудеи так быстро размножались, что египтяне стали бояться, что евреи просто возьмут вверх и заберут у них землю и власть. Поэтому они притесняли евреев и пытались их всячески удержать и мешать им. То есть томления и страдания были большие. Людей избивали, люди умирали, они были в рабстве, с ними плохо обращались. Я не знаю, сколько людей умирало, но когда они вышли из земли египетской, по меньшей мере, был миллион или два миллиона человек. Кто-то говорит, что, может быть, было три миллиона евреев, которые вышли из Египта. И вот представьте, эти миллионы евреев, они были под гнетом египтян. Сколько из них так умерло? Я думаю, что это большие цифры. Представьте, ну, давайте представим, допустим, 10 тысяч евреев умирало в год из-за гнета египтян. И то это консервативная оценка. Допустим, 10 тысяч евреев умирало в год, и они все молились об освобождении. Они все помнили пророчество, которое Господь дал, что через 400 лет они выйдут из этой земли. Так вот, вот евреи молятся об освобождении. Ну, я говорю, мы все это только предполагаем. Допустим, 10 тысяч евреев умирало в рабстве с неотвеченными молитвами. Моисей мог бы думать так. Бог, если я буду ждать еще 10 лет, пока это пророчество исполнится в Бытие 15 главе, если я буду ждать, пока исполнится ровно 400 лет рабства, если я буду ждать еще 10 лет, ждать, и 10 тысяч человек умирают в год с неотвеченными молитвами, это значит, что за 10 лет умрет 100 тысяч человек, хотя мы могли бы освободить их прямо сейчас. Бог, мы просто не можем себе позволить ждать. Нужно действовать сейчас. Ситуация очень серьезная. Мы не можем ждать. Нам нужно действовать сейчас. Я говорю вам, что именно такая логика звучит в головах очень часто. Люди говорят, что я знаю волю Божью, но я не могу ждать срок. Мне нужно действовать сейчас. Я вспоминаю одного из студентов нашего библейского колледжа, такой классический пример, вот такой логики. Когда я учил как раз вот об этих вещах, я говорил о сроках, которые Бог назначает. Я учил об этом наших студентов библейской школы, что есть время подготовки, это время, не потраченное зря, и что вы не можете готовиться слишком много, слишком долго. Я говорил о том, что Моисей наломал дров, потому что пытался силой осуществить Божью волю раньше срока. Встал один студент, и он сказал, «Я не принимаю этого учения». И он привел статистику, я уже не помню деталей, но он назвал какую-то цифру, там, что ли, 10 тысяч человек в день умирают, и они идут в ад, они идут в вечность в ад. И он говорил о том, какая серьезная эта ситуация. И он сказал, что Бог показал ему, что он приведет один миллион человек к Господу. Этот человек был евангелистом, хороший человек. Он даже выступал на выпускном нашего первого курса, и он прекрасно выступил. Он был наполнен огнем, любил Бога, он был страстен. И он хотел, чтобы люди рождались свыше. И он приводил эту статистику о том, сколько людей умирает каждый Божий день, и ни разу не слышат об Иисусе. И поэтому он сказал, что он пойдет и будет спасать, и спасет этот миллион человек в его служении. Я не сомневаюсь, что это была Божья воля для него, потому что вряд ли плоть наша захотела чего-либо такого. Я думаю, Бог вложил ему это желание. У него было и помазание, и благословение в его жизни. Я верю, что это была хорошая цель, и то, что Бог вложил ему в сердце. Но когда он услышал, как я учу, о том, что нельзя входить в служение раньше назначенного срока, нужно всегда готовиться, и время подготовки никогда не проходит зря, он взбунтовался и стал спорить со мной на одном из моих занятий. И сказал, нет, мы должны действовать сейчас. Я не могу ждать еще 10 лет. Ну, я приводил пример как раз Моисея, что ему нужно было еще 10 лет ждать, возрастать духовно, становиться зрелым человеком, потом только исполнять Божье предназначение. Этот студент сказал, я не могу ждать. Потом он назвал эту статистику. И он говорит, мы должны действовать сейчас. Я ему сказал, если ты выйдешь сейчас и попытаешься исполнить Божью волю своей плотью, то ничего не получится. Время подготовки — это не время, потраченное зря. Жди Божьего срока, он откроет для тебя двери. Он не согласился со мной, и он, в конечном итоге, бросил школу именно из этого вопроса. Он сказал, нет, мы должны действовать сейчас. Так вот, это произошло 10 лет назад, когда он бросил школу. С того момента я ничего о нем не слышал. Но если бы этот человек привел бы миллион человек к Господу, уж я точно о нем бы услыхал. Я бы об этом знал. Так что ничего не произошло. Он ушел, думая, что не может ждать Бога, пока будет зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, или ждать, пока будет воля блага, угодная и совершенная. Мне нужно действовать сейчас, решил он, потому что обстоятельства требуют, чтобы я шел и действовал. И он поступил против того, чему я учил в библейской школе. Так вот, и ничего у него и не получилось, к сожалению. Опять же, я не знаю всех деталей, но если бы он привел миллион человек к Господу за эти 10 лет, я бы о нем услыхал. Моисей действовал согласно этой же логике. Допустим, 10 тысяч человек в год умирают с неотвеченными молитвами, через 10 лет это будет сотня тысяч человек к Господу. Мы не можем ждать. Но, а сколько умерло за эти 40 лет, оставшиеся, которые он провел в пустыне? Это было лишние 30 лет рабства. Если вы вычтете 40 лет в пустыне, и то, о чем говорится в исходе 12.40, что они вышли 430 лет спустя, после пророчества данного Аврааму в Бытии 15 главе. Если вы вычтете 40 лет из этих 430, то есть Моисеев 390 лет спустя, после пророчества, убил египтянина, давайте используем ту же самую логику. Что произошло за эти 30 дополнительных лет рабства, о которых Бог не пророчествовал, и Он не хотел эти 30 лет рабства? Если за 10 лет гибло 100 тысяч человек, которые умерли с неотвеченной молитвой, то за 30 лет умерло бы 300 тысяч человек, потому что Моисей поступил самовольно, нетерпеливо. Он не ждал Бога, Божьего срока. Он пошел и решил исполнить Божью волю своей силой. Только от того, что вы знаете Божью волю на свою жизнь, ничего не значит, что это все. Конечно, важно знать волю, что Бог хочет, но также есть и Божий срок и Божий путь, как ее исполнить. Бог не хотел, чтобы Моисей убивал этого египтянина. Бог хотел освободить евреев через чудесные проявления, обращение воды в кровь, через саранчу и все вот эти казни, которые там были. Вот как Бог хотел освободить евреев. Но Моисей решил использовать свое положение социальное, силу, власть, и подумал, что поэтому Бог его туда поставил. Все это казалось очень логичным, и, наверное, большинство из нас так бы думало, но, оглядываясь назад на Писание, мы видим, что эта логика не оправдала себя. Многие из вас знают Божью волю на свою жизнь, но этого мало. Нельзя просто идти и делать Божью волю своими силами. Нужно уповать на Господа. Вы знаете, мы, например, начали библейскую школу и служение в Австралии. Байрон и Лиса Эммельтон, они возглавляют это служение. Я ездил туда несколько лет назад, проводил служение, потом мы провели собрание и объявили об открытии библейской школы. Это была основная цель моего приезда туда. И в тот день, когда мы начали проводить это собрание перед объявлением открытия школы, Байрон пришел ко мне и сказал, я не могу это делать. Он говорит, все это больше, чем я могу сделать. И он говорит, я на это дело не подхожу, я не смогу нормально все вести. Все это он говорил мне, чтобы я не открывал школу, не объявлял об открытии школы. И если бы он отказался, все это выглядел бы как фальстарт. И он стал мне говорить обо всем этом, чтобы я не объявлял об открытии школы. Но я сказал, Байрон, а я думаю, это здорово. Он посмотрел на меня. А что тут такого хорошего-то? Я говорю, до тех пор, пока ты понимаешь, что это дело больше тебя, и что ты не можешь его исполнить своей силой, вот такой человек, именно такой человек и нужен мне. Главное, только на этом не останавливайся. Пусть это послужит тебе причиной того, чтобы ты уповал на Бога, искал Его лица, слушал Его и следовал за Ним. Это отличное состояние. Наоборот, когда человек говорит, ну, я могу со всем справиться, Господь, только представь меня, поставь меня, я способен. Вот тут как раз наоборот, такие люди ломают дров и портят все. И я сказал Байрону, мне нравится такое отношение, но не давай этим мыслям остановить тебя. Уповай на Бога, Бог будет вести тебя. Именно так Байрон и Лиса и делали. И эта школа, ее открытие было одним из лучших открытий в том регионе. Они делают прекрасную работу. Я хочу вам сказать, что вам и нужно быть в таком положении, потому что Моисей, он уповал на себя, он был самоуверен, он думал, вот какой я молодец, вот что Бог через меня сделал, посмотрите на мои способности. И он хотел исполнить Божью волю, он даже был готов убить человека. Он оправдал этот поступок тем, что он исполнял Божью волю, но на самом деле он ее не исполнял. Удивительно, как мы можем все рационализировать, объяснить, сказать, что мы оказываем услугу Богу, вы должны полностью начать уповать на Бога и начните признавать, что на все есть свой срок. Уповайте на то, что говорит Божье Слово, а не на свое понимание. Важно найти Божью волю для своей жизни, но также важно научиться следовать этой воле и дать Богу быть автором и творителем всего. Пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди. Но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас. У Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю» Эндрю говорит о важнейших принципах успешной и плодотворной жизни христианина. Как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что наоборот может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 921 993 7009 или 8 812 371 6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrussia.ru Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» – книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Вы когда-нибудь ощущали, что недостаточно хороши для Бога и спасения? Задумывались, а попадете ли вы на небеса? Насколько ваше спасение зависит от добрых дел и поступков? Учение Эндрю Вомака «Благодать силы Евангелия» поможет вам сделать правильный выбор и найти правильные ответы. Больше вы не будете терзаться сомнениями. Вы обретете уверенность в Боге и его отношении к вам. В книге «Обуздание эмоций» Эндрю Вомак учит нас истинам Божьего слова о том, что такое эмоции и как их контролировать. Эндрю делится своим опытом, в том числе и полученным во время войны во Вьетнаме. Вы узнаете, откуда берутся эмоциональные проблемы, какие у них библейские решения. Истины Божьего слова, рассказанные в этой книге, помогут вам изменить свои эмоции и поступки и вывести вашу жизнь на другой качественный уровень. Закажите книгу. Вы можете сделать заказ, позвонив по одному из указанных ниже телефонов или написав нам на электронную почту, которую видите на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD дисках на его веб-сайте cbtcrussia.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Божий путь. Божий путь – это не наши пути. Требуется время, требуется усилие, чтобы обновлять свой разум и дойти до такого состояния, когда ты следуешь за Богом и исполняешь Его волю. Если вы только знаете волю Божью, но собираетесь ее утверждать своими собственными способностями и силами, вы потерпите неудачу. Это я могу вам обещать. Я в этом абсолютно уверен. Одна из причин, по моему мнению, почему Бог благословил мою жизнь, ну, конечно же, есть множество вещей. Я, может быть, немножко как-то даже преувеличу, но одна из причин, почему Бог благословил меня. В первом послании Коринфянам 1-26 говорится «Посмотрите, братья, кто вы призванный, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрый мир, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И дальше говорится о том, что никакая плоть не может хвалиться пред Богом. Бог выбирает людей, которые кажутся неподходящими для этой роли. Знаете почему? Не потому, что Бог ненавидит людей, которые имеют способности и таланты, но потому, что люди, которые понимают свою неадекватность и то, что они не подходят к какому-то делу, они уповают на Бога. Не пропустите передачу «Истинная Евангелие» завтра. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrusha.ru, зайдите в раздел «Пожертвовать». Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе «Новости служения». Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается службой Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истину Евангелия с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране.